Тема намерения, смотрите в чем фишка, задача у нас была очиститься, почистить себя, кое-что осознать, освободить определенные эмоциональные какие-то вещи, разгрузиться, отдохнуть и высвободить энергию. Потому что практики дыхания, они такую тему дают, они через технику дыхания ты снимаешь блок, и твой блок просто переходит из одного состояния в другую, в чистую энергию. И энергия сама по себе, она просто есть, но без вектора энергия бесполезна. То есть, это актив, я уже про это говорил, то есть, есть у нас актив, и этот актив нужно куда-то направить во что-то или на что-то. Энергия – это тоже наш актив личный, здоровье наш актив, жизненная сила, интеллект и так далее. Но у нас есть энергетическая составляющая, которая требует направления. И вот сегодня уже будет практика на намерения. То есть, наша задача – задать вектор движения той энергетики, которую вы сегодня, вчера и позавчера накачали. По сути, вы сейчас все раскачаны. Вы сейчас другие, чем те, которые приехали сюда в пятницу. Вы сейчас уже немножко другие. У многих еще идут процессы, осознание, инсайты, состояние. У вас будет еще эффект распаковки, состояние каких-то эмоциональных. И вот эти все состояния, вот эти вот потоки, условно говоря, это все нужно сфокусировать на чем-либо. Это есть намерение. То есть, тема намерения очень простая. Если вы это понимаете, то она будет работать. Вот три элемента, просто здесь не очень хорошо это писать. Три элемента. Первый элемент – это энергия, второй элемент – это внимание, третий – это состояние. Смотрите, а сейчас мы будем работать с намерением, и вы будете входить в состояние определенное. То есть, через внимание. Внимание – это то, что фокусирует вашу энергию. На том или ином объекте, или на той или иной идее, или на том или ином человеке. И, соответственно, если вы сфокусируете внимание на нужном для вас состоянии, то получается, что вы создаете намерение. И нужно уметь сфокусировать и создавать состояние в теле, в физическом теле. Не просто там какой-то образ и на нем сфокусироваться. Этого мало. Нужно уметь состояние включать на теле. Давайте, знаете что, чтобы было наглядно понятно, как это работает. Смотрите, я провожу такую практику. Сегодня у нас 15 июля, самая середина лета. Короче, представьте, что все мы здесь собрались 15 июля в 2019 году. То есть, прошел год, прикиньте, да, такую ситуацию? Давайте просто пофантазируем. Прошел год, мы опять собрались здесь, все вместе. Но ни у кого из нас за этот год ничего не поменялось, ничего не произошло нового вообще в жизни. Мы даже не купили новую одежду, даже нижнее белье новое не покупал никто. Вот, то есть, вообще ничего нового в жизни не произошло. Вообще, абсолютно никак. Просто представьте. И скажите, что у вас на уровне ощущений в теле? Пустота, грусть. Что-то такое, да? Не очень. У меня тоже это нормальная здоровая реакция. Важно только ощущения в теле. А теперь вспомните все свои задачи, планы, хотелки, желания. И теперь другой, другой эффект, другое состояние. Прошел год и у вас это реализовалось. Вы получили, купили то, что вы хотели. У вас случилось то, что вы там мечтали о чем, да? Хотелки все реализовались. Какие ощущения в теле? О, Лилька сразу видно, что есть много чего. В первом случае идет отток, откат. Условно. У кого-то больше, у кого-то меньше. Во втором случае идет наполнение. Ну, чувствуете это? Это просто тупо установки. Это просто мы галлюцинации создаем на ту или иную тему и все. И обратите внимание, у вас на одну и ту же, ой, на, короче, просто установки, да, информационные, да, у вас тело реагирует по-разному. То есть у вас меняется состояние в зависимости от этих установок. Год прошел, ничего не изменилось. Год прошел, много чего изменилось. Ну, на состоянии. И здесь то же самое. То есть намерение нужно создать таким образом, чтобы вы в настоящем времени прочувствовали на уровне физического тела, что у вас это уже есть. Потому что когда не было Ярославля, когда я не занимался этими практиками, тренингами, точнее, да, не давал их уже на таком уровне, это, ну, крупные мероприятия достаточно для такого, для такой, не знаю, для такого направления. И когда-то я просто создавал на уровне тела состояние, что у меня это уже есть. Понимаете, о чем говорю? То есть, ну, тогда у меня не было этого. У меня не было этого. У меня не было дома, у меня не было вот этой движухи. Ну, меня никто не знал. Ну, в определенных кругах. Но уже в тот момент я вот этой техникой пользовался во всю Ивановскую, честно. То есть в тот момент я что сделал? Я информационную составляющую, потому что образ, мысль, даже вы, если представляете звуки какие-то, да, слышите их, это просто информация. Вот эту информацию спустил на уровень тела. Но вся информация была в настоящем времени. То есть я уже имею дом. Такой, вот такой, вот такой, вот такой. Он у меня уже есть. Понимаете? И в реальности, может быть, его нет. У меня уже есть семья. У меня же не было когда-то семьи, и я при помощи этих техник это все создал. То есть, по факту так и есть. То есть, просто придумал и спустил эту информационную составляющую, правильно спустил на уровень тела. Если ты мечтаешь, крутишь слайд по Зеланду, многие еще слайды крутят, визуализируют. Но не дай бог, эта информация не заходит на уровень тела, и не дай бог она условием таким, что это будет у меня, то все, ты будешь крутить этот слайд до конца своих дней, и у твоих друзей это все будет происходить, а у тебя еще ничего не произойдет. То есть, если вы делаете правильно работу с намерением, работу с информацией, и подключаете свое тело, физическое тело, то есть, соединяете верх с низом, то у вас это происходит, у вас происходит материализация желания. Вот. Единственное, там есть несколько условий, чтобы они были экологичны, и чтобы ваша хотелка, когда исполнилось, приносила пользу этому миру. То есть, если вы начинаете генерить состояние и качать энергию на разрушение, то это потом как бы возвращается обратно. Ну, то есть, мир, да, не поддерживает разрушение, то есть, это немножко другие силы. Они есть, но с ними не нужно работать целенаправленно. Здесь нужно просто вектор направить на ту цель, то намерение. И это намерение у вас должно быть в настоящее время. И поэтому мы сейчас сделаем практику. Я вижу, что многих расслабило. Это мы используем. Пускай и будет, будьте расслаблены. Только не проваливайтесь в сон. Да, то есть, вы можете отдыхать телом. Ваше тело может как бы спать, вы не двигаетесь. Но вы можете оставить сознание в активе, и, соответственно, вы все равно сделаете практику. Ваше тело все равно будет чувствовать те или иные изменения, перемены. Смотрите, техника такова, что мы каждую секунду воспринимаем и строим заключение наше, да, через четыре канала восприятия. Там я уже не буду, там есть подразделение, шестое чувство. Мы это пока опускаем. Мы берем самые базовые четыре канала восприятия. Первый канал – это визуальный. Мы сейчас все видим, что происходит. Ну, по этому каналу получаем 90% информации. И уже на основе этой информации строим свою какую-то картину мира. Вот. Второй канал – это звук. Вы сейчас меня слышите, да. Третий канал – это ощущения. Ощущения в теле вашем сейчас, что происходит. Ну, там, расслабление какое-то там. Чувствуете там, не знаю, коврик, мат, там. Как-то двигаетесь, одежду чувствуете. Киноэстетика. И четвертый канал – то, что вы воспринимаете, это смысл. Смысл, что происходит. Смысл, то, что я говорю. Вот эти четыре канала входят в нас каждую секунду. Постоянно. И как только какой-нибудь канал или даже два теряется, происходит фрустрация. То есть, ты начинаешь искать либо смысл, какого хрена я тут делаю, куда-то, ну, что я вообще тут забыл, да. Смысла нету, да. Канал отвалился. Ну, если вы, например, все эти три дня бы в масках не видели бы, тоже без визуального канала были бы. Вы бы слышали все, понимали, но была бы фрустрация, потому что было бы тяжело. Можно привыкнуть и к тому, и к тому. Вот. Но все четыре канала нужно, ну, чтобы они работали в идеале. Если есть входящий сигнал четырех каналов в наше сознание, в того, кто осознает это все, то можно создать и исходящий сигнал. Это будет проекция. То есть, есть входящий сигнал, есть исходящий, как из проектора. Так вот, если вы хотите создавать вектор, и вектор этот будет энергетически заряжен, то необходимо уметь создавать вектор через четыре канала, всех четырех каналов из вас. Каким образом? Вот если вы сейчас представите перед собой какой-нибудь образ, например, там падает капля какая-нибудь, да, вот перед вами она падает и зависла. Ну, капли нету, но вы ее представляете. Ну, допустим, да. По факту вы видите образ капли, которой нет. Но в этот момент, в этот самый момент, ваше сознание визуализирует и дает вот этот образ, вы его как бы видите, условно говоря. Это исходящий сигнал. Понимаете? Если вы сейчас представите шум моря, вы его сейчас будете генерить внутри себя, то вы создаете исходящий сигнал. Просто это информационная составляющая. Вы просто создаете информацию, которой нет, по сути, у себя, в воображении и в сознании. Теперь следующий момент. Если, вот мы сейчас поиграли, да, год прошел, ничего не изменилось, пошел отток. Год прошел, у вас все реализовалось, пошел приток энергии. Вот у вас включилась информация на уровне тела. Исходящий сигнал. То есть, если вы сейчас почувствуете, что бы вам почувствовать такого? Давайте почувствуем холод. Сейчас минус 20 здесь. Сейчас минус 20, окна открыты. Сейчас зима, снег там на улице. То есть, я просто говорю информацию. Этого нет сейчас. Но если вы хоть немножко прочувствуете, да, как это, то вы создаете то, чего нет в этот момент. Но основываясь на том, что есть некий холод где-то там или когда-то в прошлом, да, но сейчас он как бы появился. Это все параметры исходящего сигнала, кинестетика или смысл. Можно любой сейчас смысл придумать, придать тому, что происходит, и вы будете создавать уже практически другую смысловую реальность вообще. И вот эти четыре канала – это ключевой момент, который помогает, ну, или вообще формирует намерение. Где-нибудь подушки есть, да. И что получается? Так как мы люди, это круто. У животных таких функций нет. Да, у них есть там сигнал шум, да, обратная связь от мира, и все. Еще какие-то вещи. Ну, я не беру там дельфинов каких-нибудь высокоразвитых. Но мы можем это делать, поэтому мы создали вот эти все строения, технику. Фантазия играет, работает, есть какие-то законы, изучили и так далее. Так вот, суть в том, что, чтобы формировать и работать с намерением, нужно уметь создавать образы, четырехканальный вектор, добавлять звук в эти образы, создавать ощущения в теле, той ситуации, которая уже свершилась, случилась в настоящем времени. Что у вас уже это произошло. Понятно, да? То есть, на ощущение нужно спустить эти образы на тело, информацию. Информация должна быть в настоящем времени, обязательно. И создавать смысл. Зачем это тебе нужно? Там есть три параметра. Зачем лично это тебе надо? Что, какую пользу будет окружающему миру это приносить? И что с этим будет дальше в проекции? Немножко дальше, на несколько шагов вперед. Это важно. И в смысловом, как бы, модальности, смысловой, очень важный фрагмент есть. Сейчас покажу вам эту штуку. Это у меня все есть в видео, в ютубе, есть картинки. Образ нужно уметь проецировать и фантазировать, потому что в любом вашем, короче, в вашей жизни ключевую роль играет фантазия. Если бы у вас не было фантазии, вы бы не носили бы тот, именно такой стиль одежды, именно так бы не кушали и так далее. У вас всем рулит фантазия и информация. То, что вы создаете и к чему вы стремитесь. Так вот, исходящий сигнал должен быть хорошо настроен. Смотрите, цель должна быть в настоящее время. Здесь немножко залезло смысл. Вот она цель, допустим. Да, настоящее время. Вот цель. Ну, намерение ваше. Хотелка, да, желание. И возьмите сейчас какое-нибудь намерение одно. Давайте мы сейчас просто пройдем, я по каналам пройдусь, и потом мы сделаем медитацию. И я это проговорю. Вы погрузитесь в это состояние. Вы, например, хотите то-то, то-то. Я буду называть это этой ситуацией. У вас эта ситуация уже произошла. Вы получили то, что вы хотели. Все. Это реализовалось. Вам нужно это видеть со стороны, как будто вы там, и вы себя видите в этой ситуации. И уметь видеть из себя, как сейчас вы, например, меня видите. Два. Два ракурса. Две камеры. Там можно усложнить смотреть себя смотрящего на себя, и там поехала цепочка. Но это усложнение уже. То есть нужно загрузить максимально объемный образ. Как ты из себя смотришь. Вот я когда-то представлял, как только этот комплекс строился, мы еще занимались в том. Рядом есть комплекс. И он еще тут строился, тут еще краской пахнуло, еще что-то. Мы тогда зашли сюда, и я уже увидел это все. Как бы я уже видел. Мало что видел, я уже просто чувствовал вот это ощущение, состояние, какое сейчас вы чувствуете. Я уже тогда это все прочухал, ощутил, представил, услышал. И вот прямо сейчас я стою, и у меня произошло совмещение этих реальностей. Понимаете? То есть у вас должно то же самое произойти. У вас есть какая-то хотелка, мечта. Вы сейчас будете погружаться в состояние, в котором у вас это уже произошло. Там вы будете видеть себя со стороны. Это можно делать в динамике. Вы что-то делаете. Легко. Там не обязательно. Можно несколько сюжетов даже. Из одного и того же намерения. Потом вы там же, в той же ситуации, видите из себя. Из глаз осматриваетесь, как вы одеты. Смотрите, да? Что на вас есть. И так далее. Потом этот образ будете наполнять звуком. Вы добавляете звуковую дорожку. Придумываете звуки, которые там находятся. И потом будете наполнять ощущениями. Это киноэстетика. Тактильная. Тут два критерия есть тоже. То есть эта тема не новая. Это не то, что я придумал, ребята, сакральные вещи. Такого нигде нет. Это, короче, уже применяется в психологии, в инопе и так далее. Я просто добавил сюда объема. Две позиции добавил. И тут две позиции. И тут три. Это все. Тут одна позиция. Тут одна позиция. Тут и тут. Это в оригинале. Я это докрутил. Нужно усиливать этот образ обязательно. Вот. В киноэстетике у нас две позиции есть. Ощущения тактильные. То, что вы сейчас прям воспринимаете. Вот вы сейчас лежите. Как-то тело себя чувствует. Вы покушали. Вот это ощущение, это тактильное ощущение. И запахи. Но есть еще и ощущение радости, счастья, удовлетворения. Подумайте о хорошем. Классно вообще. Что классно. Подумайте, почувствуйте это. Вот это тоже киноэстетика. Подумайте, что вообще сейчас все идеально происходит. Просто идеально. Лучше невозможно. Сейчас самый лучший, максимальный вариант из всех существующих. Вот это ощущение радости, это тоже чувство, это киноэстетика. Нужно уметь с ним работать. Более того, когда вы будете заходить в ситуацию реализованного намерения, состояния, состояния, вы прочувствуете, например, тактильно это, и прочувствуете это на уровне ощущения, что вы счастливы от того, что у вас это произошло. Понимаете? Если убрать из того, что я сейчас вижу, убрать фактор счастья и кайфа, ну, я у себя уберу, но если бы я не кайфовал от этого, вы бы все это видели. Это читается сразу же по человеку, который не кайфует, который делает от нужды. Понимаете? И здесь очень важный момент. Вот есть два источника действия у каждого из нас. Первый, чаще всего, это когда ты от нужды делаешь, потому что ты ходишь на нелюбимую работу, потому что тебе надо зарабатывать бабло. Но ты работу не любишь. Но ты ходишь от нужды, потому что у тебя нет другого варианта, или ты пока его не видишь, или так далее. Но это от нужды идет. Это одно. Другой момент, когда ты работаешь, неважно, наемная работа, или это твой бизнес, и ты в этом кайфуешь. Ты из кайфа, из того, что ты любишь, ты это делаешь. Вот, например, Дэн, он снимает крутой фото-видео-контент. Он просто в кайф. Он делает это от кайфа. Не за бабки. Он делает это от кайфа. Просто он в этом живет, и ему просто он тащится. Он получает удовольствие от процесса работы, от процесса творчества, от этого потока. Понимаете? А если бы он был бы за деньги, чисто за деньги, считал бы каждый час, там еще что-то, навряд ли бы он бы тут был. Да? Ну, условно говоря. Но он на кайфах это делает. У него всегда это есть. Он делает от того, что у него это в избытке. Понимаете? И вот нужно вот это состояние здесь прописать. Если цель не ваша, не дай бог, то вы не будете ее делать, чужую цель, из состояния, ну, как бы, кайфа. Если это не ваше, если это не от души. Вот это чувство радости нужно обязательно зашивать в образ. И здесь много целей определяется левых, ложных. То есть, хочу вот это, вот это, вот это. Начинаешь входить в это состояние, доходишь до кинестетики. Ты почувствовал это ощущение. Радость. Нет радости. Что-то мне пофиг вообще на то, что это будет. Понимаете? В теле не включается. Это значит, что вот эта информация на тело не проходит. Все. Значит, это будет просто бесполезный образ, слайд, который ты будешь себя просто впаривать, влечивать, что, типа, это надо, для чего-то там, потому-то это, тогда вот это. Миру будет классно. Хоп, на тело спускаешь. Оказывается, что тебе вообще дела до этого нет. Очень важно, чтобы у вас это чувство радости происходило. Ощущение кайфа от того, что вы это получили. Это может быть какая-нибудь вещь, это может быть какой-нибудь духовный опыт, это может быть какое-нибудь событие важное, это может быть... У некоторых людей блок стоит, например, на отношениях. Они начинают работать с состоянием, что я в отношениях, в счастливых отношениях. У них бах, тут блок не работает. Не включается состояние кайфа. То есть, я в отношениях, у меня все хорошо, у меня нету. Блокирует. То есть, вот здесь очень важный момент. Нужно вот этот параметр, очень внимательно с ним работать. Понятно, да? То есть, вот это чувство радости, кайфа, его буквально надо создавать на уровне тела. Просто создавать. Дальше. Короче, вы видите, слышите, вы чувствуете, вы кайфуете от того, что у вас это произошло. В состоянии теперь смысл. Д, потому что дискретный канал называется, правильно. Это смысловая нагрузка. Для чего это вам нужно ответить себе четко, понятно, как ребенку. Мне лично это для того, что я себя реализую в этом. Я люблю музыку. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится кайфовать и видеть счастливых людей. Мне нравится получать обратную связь. Мне нравится признание. Да? Мне нравится жить в этом. И так далее. Вот. Я лично понимаю, для чего это мне надо. Вот. Теперь следующий вопрос. Архиважные. Это смысловая нагрузка. И это что миру, что будет от того, что ваша хотелка произойдет. И чего хорошего получат окружающие люди и даже те люди, которые вас не знают. Смотрите, какая штука. Ваша хотелка, когда реализуется, примерно, сколько, какое количество интересов людей эта хотелка затронет. Можете примерно почувствовать этот масштаб? Например, у парней чаще всего, кто наем, на наемной работе работает, кто насмотрелся бизнес молодости, еще каких-то там бизнес тренингов, они все сразу хотят бизнес иметь, да? И жить, как эти популярные бизнесмены и там ездить на крутых тачках, да? Но, когда ты, например, такое намерение формируешь, то есть они не понимают, какой охват людей их хотелка при реализации затронет. Понимаете? Ну, я хочу бизнес, мне похрен. Но этим людям, им дела не до твоей хотелки вообще. То есть людям вообще по барабану на ваши хотелки, честно. И для того, чтобы ваше желание, ваше намерение в этом мире реализовалось, действительно реализовалось, необходимо прописать на состоянии тела, прописать информацию, что вы, ребята, получите очень много чего интересного, полезного для себя. правильного там или знаний, или состояния, или снимите блоки, или получите кучу инсайтов и так далее, от того, что моя хотелка реализуется. Понимаете? Вот это моя хотелка. Это я хотел, чтобы так было. А интересы-то ваши, вы же сюда приехали за 250 км. Ну, по факту так. Если бы я не прописал этот параметр, то воля окружающих людей, воля мира, она бы меня заблочила. Моя хотелка вот такая. А воля окружающих людей, которые живут, она вот такая. Кто я против вот такой вот массы людей? Если я не прописываю на уровне тела, если я не пишу правила в своем намерении, что это будет круто вам и даже тем, кто меня не знает, то на состоянии будет трансляция «Я хочу, мне пофиг на вас». Понятно, о чем речь? То есть это фактор эгоизма, его нужно срочно убирать. И здесь может быть любая цель, машина. Вижу, слышу, тащусь от этого, от дорогой тачки, да, там, да, чувствую ее. Для чего это мне понятно? А что миру будет? Что будет от того, что у меня будет дорогая тачка моим близким или даже тем людям, которые меня вообще не знают? И тут затык. Многие люди не могут даже объяснить, почему, каким боком это будет вылиться или какой плюс будет другим людям, тем более, которые тебя не знают. А здесь очень просто. Во-первых, сервис будет получать нормальные деньги, обслуживание этой машины дорого, строковка дорого, бензин дорого, бензоправки будут получать, там, заправщикам будешь на лапу давать, потому что ты на нормальной тачке дать нужно, да, что-то. То, сё, там, колеса дорогие менять. То есть там много чего, и получается, что от того, что ты имеешь какой-то дорогой объект, да, или дом обслуживать, да, еще что-то, или построить дом, да, там куча... Ты же не будешь сам эти кирпичи класть. Даже вот люди, которые этот комплекс построили, они получили зарплату, эта зарплата пошла и к семьям. То есть там много моментов. Если ты вот это все осознаешь, ты прописываешь на уровне тела эту информацию, что, ребята, когда моя хотелка реализуется, вам будет вообще круто. У вас реализуются ваши хотелки. Прикиньте, да, такая? Я прописал такое многоуровневое намерение. И дальше, что будет с этим дальше? Что будет через 2-3 года после того, как мое намерение реализуется? Оно может либо заглохнуть, вообще выключиться. Я просто раз моргну, и меня больше нет. Так вот, группа Однодневка выпустила хит один какой-нибудь, и больше мы их не видели. Кому все, где эта группа и так далее. Так вот, здесь нужно понимать, что будет с вашим намерением примерно через 2 года, 3 года, 5 лет. Это либо разовьется в еще какое-то большее намерение. Вам нужно всегда понимать, что будет дальше. Или можно такое, вы получите это намерение, машину получили, покатались на ней неделю и разбили все. Потому что просто не прописали информационно, что дальше будет. Ваша энергетика и ваша информационная часть, она просто создает эту ситуацию, вы в нее попадаете, и если там неправильно искаженная информация будет, или не хватает информации, будет погрешность в намерении. И погрешности бывают разные, реально. То есть, ты бывает такой, что человек получил, то есть, у нас есть хэштег «Надышало». Реально очень многих людей происходит намерение после практики, кто занимается вот этими вещами, создает вектор и на этот вектор качает энергию. Получается, что вы на состоянии накачиваете большое количество энергии вот на этот объемный вектор. И у вас формируется мощный исходящий сигнал, вибрация, и у вас в жизни это происходит. И все вот эти пункты нужно очень четко прописывать, так, чтобы они у вас произошли прям как надо. Ничего нельзя упускать, иначе будет погрешность. Получишь машину, машину-модельку. Факт есть, да, намерение реализовать, да, ну, моделька, ну, подарили кто-то тебе. Или там, друзья уехали, дали тебе эту тачку на неделю покататься. Ну, как бы неделя прошла, ты ее дал, все. Но фактически у тебя это реализовалось. Претензий нет. Типа, чем ты недоволен? На, все, ты прожил этот опыт, и все, и пока. Понимаете, о чем вот этот пункт? Ну, или я бы один раз тренинг какой-нибудь провел, но где-нибудь подышали и заглох на этом. Все. Свободен. Реализовал свое намерение, и пока. Вот такие дела. То есть, сейчас мы будем работать с состоянием, и я просто буду голосом вести, и вы просто погрузитесь в это состояние сами. Просто на уровне ощущений задача будет создать информационный образ, звуковой образ, кинестетическое состояние, и прописать смысл, зачем это вам, и что будет хорошего, полезного окружающему миру, от того, что ваша хотелка реализуется вообще, какие бонусы людям, окружающим, вашим знакомым, близким, и людям, которые вас вообще не знают. Вы даже это должны прописать. То есть, нужно очень много, на самом деле. Тогда будет работать. Если бы это было так все просто, то у людей бы желание вот так бы исполнялось. Такой просто бы кошмар творился на планете реально, вот если бы все так просто. Ты только подумал образ пристел, у тебя это произошло резко. Такой бы просто дебош был вообще. Но нужно, это процесс создания, трансляции вектора из вас. Есть опять же люди, которые зрители в этой жизни, а есть люди, которые проекторы. Ну, то есть, создатели своей реальности. Вот здесь вы переключаетесь в режим человека, который создает свою реальность отсюда. Мы так или иначе ее создаем. По-любому. Мы создаем свою реальность, глядя в Инстаграм, глядя на успешных, там, красивых людей, глядя на какие-то события, там, или на кого-то в своем окружении. Мы берем эту информацию, где только можно, миксуем из нее, как музыку, и создаем некие свои стримы. Жизненные. То есть, это происходит непрерывно. Два вопроса. Это либо происходит по вашей воле, либо нет. Все. То есть, в этом фишка. Либо ваша воля участвует в создании вашей жизни, вашего образа, либо это воля чужая, родителей, близких, знакомых, или воля вообще каких-нибудь социальных сетей, или там каких-нибудь там еще голосов в голове. Не ваших. Всем понятно, о чем речь? Тема простая, но надо делать, как обычно. Ну что, ready? Steady? Да, вопрос. А какой период это нужно ставить? Период, вот честно скажу, можно ставить дедлайны. Сейчас это модно, слово такое есть классное. Я не ставлю. Я не ставлю строк. До конца лета мне нужно вот это. Почему? Потому что возьмем, это третий элемент, это создание состояния. Первый элемент, это энергия. Второй элемент, это фокус внимания, то, что фокусирует. И третий элемент, это состояние. Вот он. Но есть еще четвертое, это время. Время, когда у тебя это произойдет. Здесь, если мы работаем с состоянием, внутренним состоянием, то состояние не имеет твердой основы, границ каких-то. Оно имеет несколько параметров, из которых ты либо чувствуешь это, либо не чувствуешь. И вот со временем то же самое. Если ты хочешь быстрее, чтобы это у тебя произошло, то есть ты можешь увеличивать время реализации за счет накачки потенциала. Чем больше у тебя энергии вкачивается в это намерение, тем быстрее у тебя это произойдет. Потому что ты можешь поставить дедлайн, ты сделаешь все правильно, но если ты не будешь работать с энергией, спортом не будешь заниматься, здоровой жизни не будешь вести, дышать на это не будешь, условно говоря, делать практики в эту сторону, то дедлайн не поможет. То есть на намерение нужна энергия. И вот фактор накачки объема энергии, влияет на ускорение. Можешь какие-то долгосрочные ставить цели, или долгосрочные? Я вам скажу то, что уже на основе исследований проводили исследование, насколько нужно ставить цели. Максимально 90 дней у нас дальновидность нашего вектора сознания. И как это сказать? Можно ставить цель на 10 лет вперед, но из-за того, что мы живем в резко быстро меняющемся мире, твоя цель через 10 лет вперед может быть вообще не актуальна. Это цели из разряда создать семью не подходят сюда, да? То есть через 10 лет создание семьи будет актуально. Хотя хрен его знает, сейчас уже столько все происходит. Вот. Сложно. Но первые 90 дней наиболее вероятность, что это случится. Понятно, да? Ну, знаете, как вот, у нас сейчас есть ракета, да, которая может стрельнуть, ну, или вылететь и поразить цель где-то за 10 тысяч километров. А есть какой-нибудь гранадомет, который стреляет в зоне видимости. Вот. Но мы не знаем, когда мы запускаем ракету на дальняк, да, мы не знаем, собьют ее там или не собьют эту ракету, или долетит она до места, или собьется с пути, и так далее. Вот здесь примерно то же самое. Долгосрок и короткосрок. Лучше сейчас ставить первые 90 дней, вот честно. Это будет по-честному. Три месяца. Ром, на деньги тоже не надо, да? Насчет денег. Не надо представлять чемоданы денег от того, что вы кайфуете, когда вы его открываете. И какое счастье вы принесете миру и всем бутикам одежды, да, или там салонам Apple. или этим, как его, ЖКХ, да, считали там банком. Как им будет хорошо, если мне будет этот чемодан денег. Я сразу все вообще заживу. Это не работает. То есть деньги вам нужны для того, чтобы вы что-то купили. И когда вы что-то купили, вы получили от этого состояние. Понимаете? Получается, для семьи нельзя ставить. Можно ставить семью. Можно, да. Семья как раз таки не подходит под эти краткосроки. То есть семья может ставить через 10 лет семью. Но я просто так сказал, что сейчас уже тенденция такая, что через 10 лет неизвестно, что будет с институтом семьи. То есть сейчас все перековеркается. Там к нам идет ювеналка. И с Европы уже подпирают. Там много всяких слухов. Перемешано все поводу семьи и так далее. Вот. Есть влияние определенное. Есть традиции. И сейчас идет борьба традиционных ценностей с некими мощными новшествами, мировыми какими-то стандартами. И непонятно, откуда они пришли. Поэтому можно ставить намерение на семью легко. И учитывайте то, что вы будете держать это намерение 10 лет. И неважно, неизвестно, что произойдет. У вас все равно это будет вообще неизменно. Да, тогда нужно будет просто держать эти там очень так осознанно. Что намерение и состояние создать можно. Вы сейчас его создадите за 15 минут. Сложно удержать это состояние. Удержать завтра, послезавтра, там через неделю именно его поддержать. Энергетику тоже накачать вы можете быстро. Подышали-надышали, у вас пошла энергия. Но попробуйте удержите эту энергию. Чтобы вы зашли в свой социальный мир, в обычную привычную среду. И тот потенциал, который вы здесь взяли или после практики, он у вас сохранился. Чтобы у вас его просто не растащили вампиры, саботажи какие-то, еще что-то. чтобы вас не раздербанило в каких-то бытовых условиях. Условно говоря. Вот высший пилотаж, когда вы держите хорошую осознанность в быту и хороший потенциал энергетики в быту. В обычной мирской жизни. А не в космосе, когда мы зашли в окно. Тогда получается, с длительным намерением как семья надо в другие так скидки делать? Семья сюда подходит. Просто работайте с этим регулярно. Регулярно. Просто семья, вот смотрите, намерение семья или намерение машины. Они по весу разные. Абсолютно. Намерение весит по-разному. Быстрее. Конечно, быстрее. Вообще легко. Железяка. А семья это намерение совершенно другого порядка. То есть, тебе нужно вовлечь в свою жизнь, жизнь другого человека, связать ее с собой. Еще в это намерение должно быть входить ваше здоровье, здоровье еще другого человека, который вообще об этом не знает, что ты на него медитируешь. Прикиньте, да? Где-то живет, непонятно где ходит, может быть здесь уже он есть, среди вас. И все. И как бы он пока еще об этом не знает. А у него может быть другой образ о семье. И кто мощнее. Понимаете, в чем фишка? То есть, тут нужно совпасть, чтобы этот человек тоже хотел семью. Если же он не хочет, он просто попадает в вашу жизнь и как бы удержать не получится. Будет попытка этого. попытка создания семьи потом... Естественно, но, да, и тот человек тоже должен заинтересован. То есть, вы, по сути, влияете на интересы другого человека в прямую. Если с бизнесом понятно все, что я для вас изготавливаю лампочки, они светят у вас дома и вы кайфуете. Да? И все. И вы купили и знать мне не знаете. Лампочку поменяли и все. А семья это совсем такое, немножко другое. Это иди ко мне, живи со мной, люби меня. Еще любовь нужна в семье иметь. Любви нету, ну, будете, семья для галки и что дальше? Как бы так. Будет, ну, работа, а не семья такая пожизненная над собой друг друга. Роман, а еще по поводу длительности вопросов. Вот, например, ты захотел учить людей, да? И, ну, ты вот только задумал об этом сегодня, через 90 дней ты соберешь такую группу. Как ты идешь в этих случаях в какой-то бизнес? Ну, как ты рекомендовываешь желание работать? Ну, то есть, ты захотел что-то делать, да? Бизнес, учитель, что-то. Ну, ты там, начальник, скажем, ты, но за 90 дней возможно начать с чего-то. Начать, да, начать, понятно. Ты должен видеть свою конечную точку и понимать, что ты по ней идешь. А поэтому мы и ставим, поэтому мы ставим, что будет через 5 лет? Понятно. Что будет через 5 лет с тем, с той хотелкой, которая у вас свершилась? Что будет с машиной через 5 лет, которую вы купили? Что с ней будет? Хрен узнает, да? Вы будете ездить на ней? Вот кто-то не хочет через 5 лет ездить на машине пятилетней, кто-то через 3-2 года ее меняет, ну, честно. Вот, ну, как-то так. У меня так получается, мне 3 года, все, я поменял, ну, не знаю, вот так происходит. Поэтому, если я ставлю цель машины, я знаю, что через 5 лет я уже не буду на ней ездить. Цикл такой есть определенный. А кому-то нормально. Кто-то покупает машину на 10 лет, чтобы она не развалилась, мощно, сейчас уже не делают таких, сейчас уже все, через 3 года начинает вылетать. Вот. А семья – это такой проект, который все, раз и все, надолго. Никто семью на 2-3 года не создает. Другая цель по весу. Чувствуете? Это абсолютно разные намерения, абсолютно разные последствия от этого будут. Машину ты выкинул или там тренинги прекратил вести и все, и пока. Перешел в другую нишу. Взятки гладкие. Был такой роман, что-то дыхание какое-то там мутил и потом уехал куда-то и все. Стал олигархом? Не факт. На этом олигархом вы не станете, честно. Другие энергии, другие законы немножко. На этом особо не разбогатеешь сильно. Вот. Поэтому понимаете, какая цель, какое намерение вам сейчас нужно и мы начинаем с этим работать. Час ушло у меня. Давайте сейчас создаем намерение и потом будем дышать. Время очень быстро летит. Нам надо в пять уже по коням. В шесть футбола. Ну что, ready? Готово? Берете намерение? Можешь это взять намерение? Да. Ты его хоть прочувствуешь по составляющим. Обязательно. Просто у многих есть намерение, а у них какого-то параметра не хватается. И все. Оно будет просто висеть информацией. Любую информацию нужно спускать на уровень тела физики. Любую. Любое знание нужно применять. Знание ты прочитал, ты понял, но не применил. На уровень тела оно не зашло. Все, до свидания. Это знание либо висит, глушит вообще твое восприятие этой реальности, либо это знание просто тебе ментал набирает, засоряет бошку и все. Его нужно просто либо обнулять, убирать. Лучше знать мало, но все, что ты знаешь, тотально применять на 100%. Понимаете, в чем фишка? Чуть-чуть знайте, но все знания вы Unreal в процесс, в работу на 100%. Тогда вы будете всегда жить в согласии. Не то, что такое умное, что такое бедное. Ты много знаешь, но почему-то что-то с материей какие-то проблемы у тебя. Или по здоровью, например, проблемы. Ну как это вообще? Значит, у тебя на ментале полно знаний, а ты их просто не применяешь. Ты эти знания не реализуешь. А зачем тогда ты время теряешь? Значит, это не мудро получается. желательно одно. Да, все взаимосвязано. Семья, муж-олигарх купит тачку. Нет, офигенное желание, честно, для женщин. Да, я просто так для примера сказал. Связывай все. Ну, прогони его, что оно же реализовалось. Дело объемное. Тем более, ты не в первый раз. Ну что, сейчас просто ваша задача прогнать какое-либо намерение по теме вектора. Подписывайтесь на канал, приезжайте на ретрит, приходите ко мне в Москве, будем учиться дышать, вы сможете освоить дыхательные практики для себя в целях изучения, в целях улучшения качества своей жизни. И до встречи на следующих видео. Пока. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok